Даниил Александрович Гранин В 20-х числах декабря к нам в части, на передний край, приехала делегация ленинградских работниц вручить подарки. Может быть, начальство решило, что наш боевой дух поможет ленинградцам, а может, командование хотело воодушевить нас, не знаю. Делегация дошла до нашей роты в виде трех женщин. Все три были замотаны платками, шарфами, подпоясаны ремнями и шнурками. Когда в землянке они наконец освободились от своих одежек, то стали тоненькими девицами, можно сказать, даже костлявыми. Судя по торчавшим ключицам и скулам. Землянка была жарко натоплена, мы входили и получали из их рук носки, кесеты, рукавицы. Платьица на иссохших плечиках свободно болтались, были слишком просторны, но каждая оказалась нам милой. Они появились у нас вечером, когда стемнело. Через час старшина принес нашу кашу. Котелок каши с солониной и кусок сахара — это был наш обед, он же и ужин. Из него, кто мог, оставлял себя на завтрак, был еще хлеб и сухарь. В тот вечер кашу мы разделили с гостями, то есть фактически скормили им, так что каждый досталось почти по две порции. Потом Володя сыграл им на гитаре, они рассказали нам про то, как шьют на фабрике белье, и потом они улеглись спать. На самом деле они стали клевать носом сразу, как поели. Они устали от дороги, а главное их сморило от еды и тепла. Спали они на наших нарах. Приходили из соседних взводов, заглядывали в нашу землянку, удостовериться. Казалось, годы миновали с тех пор, как мы видели женщин в платьицах. Но какие-то были женщины, худые, изможденные, подурневшие. Теснясь в дверях землянки, солдаты смотрели на спящих с чувством, в котором не было ничего мужского, а была лишь жалость. Но может в этом и было мужское чувство. Эти три женщины были для нас, как Ленинград. Врач Кондратьева Анна Александровна. Эти страшные лица, эти неподвижные глаза с обтянутыми носами при отсутствии мимики. Но в начале даже возможно обострение самых разных чувств, эмоций, фантазий, к чему, как известно, сознательно стремились когда-то жаждущие видений монастырские затворники и пустынники. Алиментарная третьей степени дистрофия. Это ведь не только скелет без мышц. Даже сидеть человеку больно – это и пожираемый желудком мозг. Кого настигал голод, корчились и мучились, так же, как тяжело раненые. Лучше держались девочки. А мальчик двенадцати лет, Толя, очень страдал. Уже недоедал изрядно. Иногда ложился на скрипучую кровотенку и все время качался, чтобы чем-то заглушить чувство голода. Качался до тех пор, пока мать на него не накричит. А потом опять начинал качаться. А потом, через некоторое время, я узнала, что он умер. Субтитры сделал DimaTorzok